У микрофона Юрия Прайнко, это Финам ФМ, ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». Сегодня у нас очень интересный гость, но в самом начале, прежде чем его представить, я хочу поблагодарить всех, кто поздравил меня с прошедшим днём рождения. Очень приятно, огромное всем спасибо, всем, кто писал, кто звонил. Очень приятно, очень приятно, спасибо ещё раз. Значит, у меня настроение очень боевое, жёсткое, но вы сами понимаете, я так слегка немного отдохнул. И бог меня попутал, вчера, значит, я начал пролистывать некоторые наши периодические издания, солидные периодические издания, сразу отмечу. Меня удивил господин президент сегодня, что он своё специальное обращение к жителям Крымска разместил в газете, которую я бы никогда вообще всерьёз не воспринимал. Но у каждого есть, как-то говорят, вкусовщина, да, у каждого вот свой вкус, своё видение. В поле моего зрения попали газеты, которые, безусловно, заслуживают самого пристального внимания публикации в них. Но прежде представляю моего гостя, это Евгений Гондмахер, член правления Института современного развития. Так я коротко его представлю, потому что дальше там можно ещё пять минут, как минимум, представлять разных должностей и разных абостасей. Евгений Шлёмович, вечер добрый. Здравствуйте. Напомню, наши средства связи. Многоканальный телефон 6510-99,6, код Москвы-495 для звонков. финам.фм – это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идёт и прямая веб-трансляция. Кроме того, наш круглосуточный информационный портал финам.инфо. Там не просто мы вам рассказываем о тех важных событиях в политике, в экономике, в общественной жизни, в спорте. Там всё есть у нас. Но это уникальный портал, где вы можете самым непосредственным образом участвовать в обсуждениях. Так что пользуйтесь всеми средствами связи, все ресурсы финама к вашим услугам. Начну с цитаты из газеты «Ведомости», вот на которую, собственно, Евгений Шлёмович, я наткнулся и которая переплетается с вашей стезёй. Я имею в виду социальная политика. И самая наша с вами любимая тема, потому что мы как встречаемся, так и обсуждаем, это пенсионная реформа. Пенсионная реформа не сходит с первых страниц газет. При всём желании правительство не может больше её откладывать, деньги кончаются. Я цитирую издание. Но чтобы разрубить пенсионный узел, требуются крайне непопулярные меры. И вдруг, ну дальше я пропускаю, значит, и вдруг находится гениальный выход лишить пенсии будущее поколение. То есть таких, как я, в том числе. Чтобы прокормить пенсионеров нынешних. Дефицит ПФР может быстро быть погашен, если отменить накопительную часть пенсии. Так посчитали в Министерстве социального развития и труда Российской Федерации. Ну, газета этому уделяет, как и мы, самое пристальное внимание. Но здесь есть примечательный абзац, который я хочу процитировать, и затем услышать комментарии профессионала Евгения Гондмахера. Так вот, как умение мыслить, единственное, что принципиально отличает человека от животных. Вот то, что мы размышляем, да, это нас отличает от другого животного сообщества. Так и накопительный компонент отличает современную пенсионную систему от примитивной распределительной системы советского образца. Накопительный компонент – это институт, который меняет сознание людей. Его нужно совершенствовать, чтобы продолжать превращать граждан из инфантильных получателей благ в активных участников экономической жизни. Теперь мой вопрос, Евгений Шлемович, к вам. Нас хотят вновь загнать в советский Собец? Вообще, вот что происходит? Они отдают себе отчет. Десять лет, как бы то ни было, процесс шел. Такие лопухи, да, которые поверили, которые перевели свою накопительную часть, которые послали государство к проматери истории и сказали, я буду сам заниматься своим пенсионным обеспечением. Теперь что, нас решили вернуть куда? Вопрос к профессионалу. Нет, ну, ситуация не такая безнадежная, Юра. Я тоже категорически противник того, чтобы ликвидировать вот эту обязательно накопительную часть. То есть, могу объяснить, почему, но я просто сразу хочу сказать, что внутри правительства нет единого мнения. Действительно, Министерство труда и социальной защиты, или социальной поддержки, как оно сейчас называется, новое министерство. Минтруда его называть так. Ну, Минтруда, да. Они действительно встали в позицию, что надо ликвидировать. Это, собственно, наследство позиции Минздравсоцразвития госпожи Голиковой и господина Воронина, который там был замом и который, в общем-то, этим и занимался. Но, допустим, Министерство финансов, Министерство экономического развития, они категорически возражают. Так что, я бы сказал, так еще неизвестно, чья возьмет. Они как раз считают, вот эти Министерства финансово-экономического блока, что накопительную часть надо сохранить, и более того, ее надо развивать. Конечно, окончательное решение за премьер-министром, за президентом и так далее, но не уверен, что решение принято. И я даже почему-то думаю, что вряд ли накопительная часть будет ликвидирована. Ну, значит, нам надо давить. Значит, нам надо формировать общественное мнение, что чиновники Минтруда предлагают не просто глупость, а полнейшую чушь, и за это должны они нести ответственность. Ну, здесь надо понять, почему это предлагается именно Министерством труда и вообще, ну, как бы, социальным блоком, да, скажем так, правительством. Потому что и пенсионный фонд тоже стоит на этой же позиции, которая стоит в Министерстве труда. Ну, вы же упомянули, что есть дефицит пенсионного фонда, но он расчетный. На самом деле в пенсионном фонде деньги есть. К счастью, пенсии выплачиваются вовремя. Я об этом все знаю. Да, и даже не увеличиваются время от времени. Но концы с концами не сходятся в том плане, что страховые взносы, которые сейчас есть, пенсионный фонд, они там собираются, они недостаточно, чтобы обеспечить вот эту выплату пенсии уже почти 40 миллионам нынешних пенсионеров. И, конечно, это очень заботит всех. Ну, в правительстве прежде всего. Вот эта дыра, она увеличивается. Федеральный бюджет все более и более, так сказать, спонсирует пенсионный фонд. Там даже в Минфине шутят, что еще там лет 5-7-10. И, вообще-то, если ничего не поменять, то Минфин станет просто продолжением пенсионного фонда. Можно объявить Департамент пенсионного обеспечения Министерства финансов России. И, конечно, для тех, кто как бы там внутри правительства, это и для Минфина, и для Минтруда это проблема. Но разница заключается в том, что, конечно, Минтруд хотел бы доложить о каких-то успехах. Они считают почему-то, что если, допустим, сейчас ликвидировать накопительную часть, я, кстати, должен напомнить, что в обязательной накопительной части уже более триллиона рублей собрано. Уже более триллиона. Ну, основная часть пока, к сожалению, находится у государства, у ВЭБа. Ну, тем не менее, кстати, процесс идет. Сейчас как-то в последние годы активно люди задвигались в сторону частных управляющих компаний и государственных пенсионных фондов, к счастью. Но это более триллиона рублей. И логика такая. Ну, что там, надо же мне отчитываться через полгода, через год, там, показать товары лицом. Давай, мы это делали квиднем, эти деньги вольем в общую копилку, покажем господам руководителям, слушайте, ну, мы же дефицит пенсионного фонда, ну, хотя бы там на год-два закрыли. Нас погладят по голове и скажут, какие мы молодцы. Вот, собственно, как это не парадоксально, эта логика не нравится Минфину, который, казалось бы, он должен об этом сказать. Ребят, дайте нам этот триллион, а мы будем меньше спонсировать пенсионный фонд. И вот это меня удивляет, как раз... Ну, это здравая позиция, видишь, Люди понимают, что и через год, и через два, и через три надо будет решать и выплачивать пенсии. В этом и заключается отличие двух позиций даже внутри прессы. Позиция сиюминутная, отчитаться, а дальше хоть трава не расти, и неизвестно, буду я там, не буду. Вообще пенсионные процессы длинные. Да, ну, госпожа Гуликова, советник президента Российской Федерации, так, на минуточку. А, помощник. Помощник. Там в иерархии это принципиально, да? Это важно. Помощник и советник это немножко... Помощник это более высокая должность. Вот, тем более. Да, да. Тем более у нее... Ну, она формально говоря сейчас уже не отвечает за социалку, потому что официально у нее это проблема Южной Осетии, Абхазии и вообще социально-экономической сотрудничества со странами СНГ. У нее такая позиция. Вот. Поэтому я бы сказал так, что это столкновение позиций каких? Сиюминутных, отчитаться, дальше хоть трава не расти, через 10-15 лет еще неизвестно, где я буду, но если я имею в виду те люди, кто выступает от имени. Есть позиция действительно стратегическая, потому что, ну да, но сейчас рубанем действительно это дело, а да, сиюминутный на минуту какой-то эффект получим, а что будем через 5 лет? Какая позиция победит, не знаю. Но я еще раз говорю, что вообще вопрос принципиальный. Вокруг него были очень большие дебаты в начале 2000-х, когда запускали пенсионную реформу, очень мощную. Я был тоже участником этого, и с большим трудом, надо сказать, добились введения вот этого института. Но ума хватит у тех, кто будет принимать решения. Потому что те же самые люди. Хорошо, Владимир Владимирович Путин, который был уже тогда президентом Российской Федерации, он тогда решил. Ну, и уже тогда нужно было его слово, что да, обязательно... Но тогда он много чего положительного решил. Я имею в виду и плоскую шкалу налогообложения и так далее. Ну, какие-то вещи мы же знаем. В начале 2000-х годов экономическая политика, с моей точки зрения, в целом была позитивная. Там где-то до 2003-го, там 2004-го года, да. Потом это уже другой вопрос. И этот вопрос тогда им был решен позитивно. И если он, потому что у него сейчас основное слово, мы же видим, как у нас система власти выстроена, если Путин скажет, нет, ребят, давайте мы это дело зарубим, ну, тогда, как бы, я не очень понимаю вообще логику, для чего это все дело, для чего действительно обнадежили людей, и люди хоть какую-то надежду, вы правильно говорите, почувствовали сами руководить своими собственными накоплениями. И потом, понимаете, здесь же речь идет даже не о деньгах. Вот почему я удивлен позицией Минтруда, потому что речь идет об изменении поведения человека. Ну, как вы сказали, люди там не животные, люди же думают, да, но у людей есть определенный тип поведения, да. Как раз люди отличаются тем, что они мыслят немножко дальше, чем, допустим, животные, даже очень продвинутые. Животному важно, там, обезьяне, еще кому-то, ну, вот, чтобы был час корма поесть, что будет завтра. Человек отличается тем, что он выстраивает стратегию, ну, практически на всю свою жизнь. Ну, нормальный человек. Это же мы прекрасно. Карьеру, там, семейную, образование, семейную политику, в том числе и старость, понимаете? Так я почему говорю, что если у вас есть хоть какая-то возможность задуматься о том, вы еще молодой, да, задумался о том, как вы будете жить в старости, это уже позитивно. Если накопительная часть будет ликвидирована, и снова это все отойдет государству, как вы сказали, будет, если у нас старое, это будет собес. Это будет собес. Когда вы, там, работаете, все, вам 60 лет, там, мужчине, допустим, да, 60, женщине 55, вам стукнуло, и вы приходите, говорите, ну, милое государство, дай мне, пожалуйста, вспомоществование. И государство вам дает три копейки. И вы начинаете, конечно, бурлить. Это как это так? Ну, вот, как люди, которые жили в советское время, в основном трудились. Сейчас вот они на пенсии, они возмущены. Вот это зона ответственности государства. Вот здесь государство должно выполнять свои обязательства. А по молодому поколению дайте им возможность самим формировать. Вся, собственно, проблематика дискуссии вокруг нынешней пенсионной реформы, она вот в этом и заключается, что те люди, кто там дискутирует, они никак не могут понять, что надо четко развести вот эти две большие группы. Продолжим общение с Евгением Гонтмахером сразу после краткого выпуска новостей. 19 часов 18 минут здесь в реальном времени Евгений Гонтмахер. Евгений Шлемович, я хочу вот закончить эту тему еще одним очень принципиальным моментом. Вновь цитирую газету «Ведомости». Мы несем огромное по меркам других стран бремя по выплате досрочных пенсий. Каждая третья пенсия в России назначается досрочно. Но дальше феерия. Внимание, это теперь слушатели Финам. Евгений Шлемович об этом знает. В числе профессий из списка, да, вот этих на досрочную пенсию, которые имеют право на досрочную пенсию, приводят, в общем-то, в шок. В шок. Внимание! Водители троллейбусов и педагоги. Телефонисты и сотрудники почты. Театральный деятель. Ну, это сам Господь Бог велел. Многомиллионная армия силовиков, сотрудников спецслужб и чиновников. Я хочу услышать комментарий. Нет, нет, Юра. Ну, если говорить... Кстати, вот я доскажу мысль, которую я новостями велопередно. Надо, конечно, выстраивать собственную пенсионную, фактически, собесовскую систему для нынешних пенсионеров и для тех, кто скоро на пенсию. Это отдельная большая тема, и нужно заниматься конкретно людьми среднего возраста и молодыми, которым надо предлагать страховые накопительные схемы. Они, конечно, должны какой-то солидарный налог платить в пользу, конечно, пенсионеров. Это очевидно. Но вот этого нет. Теперь, что касается досрочников. Ну, здесь, вообще-то, в цитате уважаемой мной газеты «Ведомости», я люблю эту газету и очень уважаю, но там кони-люди смешались. Потому что, если говорить о силовиках, ну, всех, кто в погонах, у них своя отдельная пенсионная система, которая к пенсионной системе нашей с вами, так называют, трудовой пенсии... К ПФР не имеют отношения? Никакого отношения. Ну, конечно, военнослужащие... А что это за фонд? Это что за небюджетный фонд? Нет, 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 это не фонд. Вот пенсии военнослужащим, полицейским, ФСБ, ну, все, у кого погоны, прокуроры, там, и прочее, выплачиваются напрямую из федерального бюджета. Она идет там по статье «Социальная политика». Никакого страхования там нет, никаких взносов, вы сами понимаете. Они, эти люди, или за них, за, допустим, офицеров никто не платит. Это в чистом виде система государственного вспомоществования служащим, ну, кто рискует своей жизнью, там, и прочее, особые условия труда. Это отдельная большая тема. Вот это вот, это кони-люди называется. Это первое. Значит, действительно, у нас, вот если там была цифра треть, выходит досрочно, это имеются люди гражданские, которые как раз находятся вот в этой зоне именно трудовых пенсий. Это, кстати, простите, оценка ваших коллег из независимого института социальной политики. Ну, это напутанно. Независимый институт социальной политики, это люди очень профессиональные, я думаю, что это просто неправильная интерпретация. Вот показываю вам, показываю всем. Не-не-не, я же не говорю, что это вы мне неправильную цитату читаете, но я просто знаю этих людей в независимом институте социальной политики, они такого не могли сказать. Да, учителя. Есть так называемая пенсия за выслугу лет учителям, которая еще унаследовала нами советскую эпоху, она компенсировала очень низкую заработную плату и удерживала людей, чтобы они были в школе. Потому что одна была какая схема. Ты приходишь в школу, получаешь мизерную заработную плату, но надо, чтобы кто-то учил. Вот тебе приманка, что через 20 лет педагогического стажа ты начинаешь получать фактически надбавку к заработной плате, которая называется пенсия. Да, это институт, который по мере роста заработной платы когда-нибудь, который будет у учителей, его надо ликвидировать и людей переводить на обычные пенсии по обычному пенсионному возрасту. Театральные деятели это просто привели для красного словца, там имеется в виду, допустим, балерины, или там, кто работает в балете. Но это, вы сами понимаете, это очень небольшая группа нашего населения. И потом там люди теряют трудоспособность по основной профессии. Вот это важный критерий. Очень рано. Но в 50 лет все-таки люди вряд ли могут... Но это очень много. То есть, кто досрочники, действительно, основная масса, о чем СРБО. Это так называемый список 1-2 вредных условий труда. Это, возьмите, промышленное предприятие, какое-нибудь химическое, металлургическое. Действительно, это опасное рабочее место и для жизни. Северяне. Да, и плюс северяне. Ну, водители автобуса, кстати говоря, водители, ну, имеется в виду общественный транспорт, конечно. Это работа, которая очень быстро изнашивает, это известно, организм. И, в принципе, как бы, ну, надо обсуждать, как это компенсировать. То ли ранним уходом на пенсию, то ли повышенной заработной платой. Это отдельный вопрос. Но основная часть тех, кто выходит на пенсию досрочно, это реально люди, которые... А нельзя этот вопрос передать, вот я сейчас утрированный в лоб, да? Передать на уровень взаимоотношения работник-работодатель. Правильно. Так об этом, должен вам сказать, Юрий, что в первом чтении закон именно об этом, чтобы вот эти досрочные годы, у кого-то 5, у кого-то даже 10 лет до пенсии, чтобы платил не пенсионный фонд пенсии, вот эти дополнительные годы, а платил вообще-то работодатель. Ну, и за счет какого-то дополнительного, допустим, взноса. И так. Так об этом закон в первом чтении был принят, не поверите, в 2002 году. Да. Он лежит у нас в государственном... Понимаете, после этого хочется сказать фразу, да, не литературную, которую нельзя в эфире произвести. Хотели как лучше. Нет, понимаете, у нас НКО, у нас интернет, у нас кляузы или как там они... Клевета. Клевета. Почему Государственная Дума не занимается серьезными вопросами? Я просто поражен на самом деле. Объясняю, Юра. Вот те законы, о которых вы только что перечислили, вот эти, которые в течение недели проходили... Да, и которые сегодня проштамповал Совет Федерации. Да, но само собой. Писали, ну, пусть депутаты не существуют это клеветой, это оценочное суждение. Президент еще не подписал, будем надеяться. Ну, я думаю, что все понятно. Ну, конечно, писали не они. Они, конечно, уверяют, что это у них в компьютерах и так далее. Конечно, это было подготовлено на стороне, им было дано, и они про это дело пропустили, как, что называется, андроиды, как это выглядит. Но что касается вот этого, это тонкие вопросы, которые вы задали насчет досрочных пенсий. Почему? Потому что тут надо сбалансировать интересы работника, работодателя и вообще государства. Потому что, ну, какой работодатель хочет платить лишний взнос? Ну, мы ему, конечно, можем говорить, дорогой, ты фактически за счет государства, то есть общей копилки... А давайте отстимулируем работодателя. Давайте создадим условия для него, чтобы было этому выгодно. Мы это обсуждали. Я вот недавно это обсуждал с одним из, ну, скажем так, очень высоких руководителей нашего бизнес-сообщества. Я буду назвать фамилией. И он мне правильно говорит. Он говорит, слушай, дорогой, ну, я знаю этого человека много лет. Он говорит, дорогой, ну, конечно, причем тут в лоб взять, вот взять и повысить. Вы знаете, сколько надо, насколько, допустим, владелец угольной шахты, ну, там же очень опасная работа. И действительно, там досрочники реально, там на 10 лет раньше выходят те, кто работает на подземных работах. Насколько ему надо поднять взнос, чтобы он платил вот эти 10 лет, а не пенсионный фонд? 14-15% от заработной платы этого шахтера. Это вообще очень мощно. Вы понимаете, себестоимость... То есть фонд надо увеличить на 15%. Себестоимость продукции. Плюс мы знаем транспортировка у нас, как сколько стоит и так далее. Это экономический вообще вопрос, кроме социального. Он говорит, слушай, ну вот, допустим, у нас ввели закон о обязательном страховании опасно-промышленных объектов. Помните, после распадской вот этой катастрофы. Трагедии. Да-да-да. Ну, что значит, ввели в ломовую. Потому что... Ну, как и все. И так у нас есть там всякие механизмы, когда выплачивается можно через суд, как угодно, все равно брать с работодателя, если у него что-то случилось, самые разные компенсации. И в пользу людей погибших, и пострадавших, и так далее. И нет, ввели еще один закон, причем тоже проломили его фактически, который фактически наложил на вот большую часть предприятий. Потому что... А какое у нас не опасное предприятие? Школа. Это опасное предприятие. Почему? Ну, вот вы идете, а там, не знаю, на вас там что-то свалилось. Не дай бог. Из окошка. Не дай бог, да, на учителя или еще там на кого-то. Я уж не говорю про больницу. Понимаете? Значит, это нагрузили работодателя. Работодатель платит, кстати, это мало кто же знает вообще, но это обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний у нас обязательно. Даже, кстати, в школе. Ну, там бюджет платит, но там, по-моему, полпроцента от заработной платы платится в фонд социального страхования, потому что профессиональное заболевание или несчастный случай может произойти в школе. Еще целый ряд других вот похожих нагрузок есть. Так, говорит, давайте мы это все посмотрим в комплексе. Говорит мне этот очень крупный, на самом деле, руководитель одного из наших бизнес-объединений. В комплексе. И тогда станет понятно. То есть, на самом деле, работодатель не против. Но давайте разговаривать. Юра, надо, чтобы это было справедливо и профессионально. А государственные чиновники у нас не вообще... Чиновники, ладно, вы мне про Думу сказали. А кто у нас сейчас в Государственной Думе, вот при таком уровне прохождения закона, способен сесть и действительно несколько месяцев работать, считать, обсуждать, дискутировать в публичном режиме. Потому что это закон, который касается очень многих. Знаете, в поте лица. А для чего зарплату-то эти, в общем, депутаты получают? По большому счету. Я не знаю, для чего они получают. За то, что приходить, и то даже не все приходят, голосуют, а за них там кто-то карточки и все. Понимаете? Так это не надо. Это с 2002 года этот закон принятый в первом чтении. Ну, то есть, получается, что нынешняя Госдума это банкрот на самом деле. Ну, если говорить вот о такого типа законах, а они... Серьезных. Да, это серьезная проблема, которая вообще-то волнует очень многих. И действительно, мы же начали с дефицита пенсионного фонда, потому что если действительно как-то договориться с нашим бизнесом... Кстати, это имеет отношение к налоговой системе, это имеет отношение к коррупции, потому что наш бизнес же платит, ну, не весь, но большинство. Фактически, вторые налоги в виде налога, которые он дает, тому, сему, пятому, десятому. Так давайте, может быть, здесь где-нибудь продвинемся. И за счет этого, скажем, ребят, мы вам это дело облегчаем, ну, а вы, пожалуйста, заплатите вот этот дополнительный взнос в пользу ваших там шахтеров или там тех, кто работает в горячих сыхах там и так далее. Ну, конечно, бизнес же нормальный. Они не понимают этого, я просто хочу понять, исполнительная власть, законодательная власть, они вообще отдают себе отчет. И это нет, я думаю, что нет. Вот такой подход, вот такой подход абсолютно отсутствует, потому что подход такой, я уже говорил, сиюминутный. Ага, у нас тут не хватает денег в пенсионном фонде там и так далее. Ну, давай сейчас дополнительные... А тут эти поднакопили тут чего-то там. Да, давай мы тут взносик на них бросим, на этих работодателей, они же все равно там зажрались там. Общество поддержит, общество же не любит бизнес. Ну, как бы считается, да? Они там вот выводят деньги из страны, так пусть они хоть чего-то оставят. Понимаете, логика какая? Ведь еще и под... Ущербная логика. Они же еще поддавят, те, кто это будет продавливать, они же еще поддавят пропагандой. Ну, наши люди-то в своей масть скажут, ну, конечно. Ну, пропаганда, к сожалению, у нас, она влияет довольно сильно. Вот вы газеты, приличные газеты читаете, а вы телевизор. Я тут случайно... Ой, я тут тоже случайно посмотрел. Я тут случайно включил. По-моему, одну... Я не буду, я клеветать не буду, какую программу не скажу, на каком канале, да. А я тут целый канал для себя открыл, что у меня челюсть упала вниз. Я включил, причем это один из центральных каналов, вроде бы не какой-то там... Потому что называется эфирные каналы. Да. Я включаю и слушаю новости, но я все-таки пользуюсь интернетом. Слушайте, это другой мир. Реально другой мир, да. Это что-то... Согласен. Вы понимаете? Но, к сожалению, наши люди в своей массе этим пользуются. Вот продолжая тему Государственной Думы и наших народных избранников. Transparency International совместно с проектной учебной лабораторией антикоррупционной политики высшей школы экономики очень интересно провела сравнительный анализ доходов и имущества депутатов Госдумы за 10-11 годы. Известный, небезызвестный всем депутат Сидякина указал вместе с супругой, я цитирую журнал «Профиль». Это так вот. Мы теперь будем цити... Вот теперь мы... Вот теперь только пусть они хоть раз нас агентами Запада назовут, да. Так вот, значит, господин Сидякин указал в декларации совокупный доход семьи своей супругой около 1 миллиона 400 тысяч рублей. При этом задекларировал два транспортных средства, принадлежащих ему и жене. BMW X5 и BMW X6, как включают эксперты, минимальная цена одного автомобиля от 2,5 миллионов, другого автомобиля от 3 миллионов рублей, соответственно. Что это? Почему они не приняли законопроект о контроле за расходами государственных чиновников и депутатов? Об этом поговорим с Евгением Гондмахером после новостей. 19 часов 32 минуты. В реальном времени на финал FM сегодня Евгений Гондмахер. Евгений Шлемович, так почему вот на ваш взгляд, да, я никого ни в чем не обвиняю? Ну вот и небезызвестная история с господином Шуваловым. Небезызвестная история с господином Дарькиным, да. Один нынешний, другой бывший. Значит, вот несоответствие, мягко скажем так, да, вот по данным Transparency International и проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики высшей школы экономики у господ Нарышкина, Жукова, Плигина, Крашенинникова, Кидяева, Пехтина. Половина из них мы с вами знаем лично, да. Вот я, безусловно, привел пример Александра Сидякина, да. Ну, у нас человек прославился на всю страну своими законопроектами, да, которые я сегодня вот из Совета Федерации поддержал. И вот интересно получается, доход около 1,4 миллиона рублей, значит, автомобилей от 5,5 миллионов рублей, да. И не очень много обсуждали. Кстати, это была одна из последних законодательных инициатив третьего президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Напомню всем, да, а сейчас у нас штампуется, у нас сейчас идет откат. Все предложения Медведева, которые были реализованы, в том числе по клевете, возвращены в тот вид, который был до инициатив третьего президента. И вот этот законопроект о контроле за расходами госучиновки, что они? Они чего боятся-то? Кстати, необходимость принятия такого закона, об этом сказал Путин, по-моему, год назад. Ну, я отталкиваюсь от Медведева, как его инициативу, уже оформленную, да, все-таки? Да, да, да. Но Путин, по-моему, кстати, на встрече, то ли, я помню, с активом Единой России, но он об этом сказал так достаточно жестко, что не, ну, надо, конечно, к этому приходить. Ну, как? Здесь же вопрос, между прочим, заключается тоже в неком профессионализме. Вот даже, как мы говорили по поводу пенсионных дел. Потому что, ну, это господин Сидякин, да, ну, я же не знаю, у нас презумпция невиновности. Безусловно, мы никого ни в чем не обвиняем. Мы просто приводим данные. Вопрос только, да, вопрос только... Их же, кстати, декларации. Да, совершенно верно. Вопрос только в том, не в том, чтобы сразу человека тащить, допытывать, там, к следователю и так далее. Ну, пусть просто... Тем более он бывший следователь. Да, да, да. Ну, пусть просто он, как народный избранник, да, просто объяснит, ну, напишет там записочку, что я, да, в течение, там, не знаю, копил 20 лет. Мне подарили... Не ел, не пил. Родители жены, там, я выиграл лотерею, там, ну, я не знаю, ну, это... Абсолютно с вами согласен, Евгений Шевчук. Они публичные политики, они обязаны объяснять обществу. Да, я в том смысле, я в том смысле, что, ну, наверняка это все честно. Конечно, и я говорю, что честно. Но просто, чтобы не было вопросов, мне кажется, для таких публичных фигур, вот типа господина Сидякина... Или господина Нарышкина. Да, 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 но все люди, кто, так сказать, облечен нашим доверием, как бы, да, нашего общества, прошел выборы, ну, я думаю, что это и на стадии еще довыборной, когда люди кандидатами становятся. Вот такого рода, не просто дал вот эту голую декларацию, вот столько-то есть, столько-то... А да, вот произошло вот это, вот это. Кстати, вот есть пример, там, господин Груздев, помню еще, когда был депутатом. Да, да. Он сказал, я продал акции, там, своего там... Владимир не скрывал. Да. Продал квартиру. Да, продал. Помните, да, шума сколько был, но он честно это сделал. Да, я не помню детали, мне это как-то не очень интересно, но я помню принцем. Нет, я помню просто его продажа его квартиры, это был рекорд по стоимости на рынке недвижимости. Ну, наверное, ну, хорошо, ну, человек богатый... Честно, честно. Да, то есть к нему какие? Нет вопросов, но богатый человек, ну, все понятно. А здесь, поэтому, да, вот мне кажется, что это... Если уж такого рода люди, такого рода депутаты инициируют и принимают такого рода законы, ну, тогда вы тоже должны быть честны. Если НКО должны быть честны и сказать, что мы иностранные... А иностранные агенты должны все указать свою причастность. Да, да. Так вы, пожалуйста, господа, укажите, почему у вас вот так вот произошло, откуда у вас ваше благосостояние увеличилось, какие проблемы. Все честно. Я просто сообщу единственное про Нарышкину, потому что все-таки это председатель Государственной Дома России, цитирую журнал «Профиль». Значит, следующее. При доходе у Нарышкина в 5 миллионов рублей... Еще раз подчеркну, мы... А это официальная их декларация, которую они сами подали, да? То есть это не какие-то даже журналистские расследования. Это вот их официальный дан. Так вот, при доходе в 5 миллионов у него появился жилой дом в 126 квадратных метров, ну, кстати, не такой уж и большой, квартира площадью 224 квадратных метра и земельный участок 2500 квадратных метров. При этом исчез жилой дом в Ленобласти площадью 36 квадратных метров. Еще раз, я соглашусь с господином Гонтмахером. Никто никого не обвиняет. Но, ребята, вы сами решили стать публичными политиками. Вы сами туда пошли. Вас никто туда не тащил. Вы выбрали эту стезю. Это то, что называется, Юра, бремя власти. Конечно. Потому что у нас ведь какой сложился менталитет. И он поддерживается, кстати, пропагандой, что... Ну, так, негласно, конечно. Помните, когда-то говорили, что чиновники слуги народа в советском. Ну, это было, конечно, лицемерие, цинизм, ясно. Но, значит, после этого был некий период, когда это попытались воплотить в реальную действительность. Что вообще быть чиновником, это очень тяжелая и неблагодарная работа. Потому что, а, у тебя ответственность. Б, ты находишься абсолютно под обстрелом любой критики и должен ее вообще-то выдерживать. Кроме, да, клеветы. Да, тебя клеветали, иди в суд, доказывай. В честный суд, объективный, что тебя клеветали, и имеешь право. Но заранее известно, что быть чиновником, это тяжелейшая и неблагодарная работа. У нас же сложилась ситуация. А, ну мы же знаем, пойти в чиновники, это же сейчас, кстати, престижно среди многих молодых. Это означает, что я, получая относительно небольшую заработную плату, я, значит, обрастаюсь связями. Почему? Не обязательно брать взятки. Я обрастаюсь связями, потому что я проработал 2-3 годика, и я подшел в хороший бизнес, где я, так сказать, заранее с ним договорился, ему что-то оказал, какие-то услуги, даже не обязательно деньги. А что-то продавил. А уж действительно, если мне там что-то еще где-то там отвалили, заплатили и так далее, совсем хорошо. И поэтому получается, что работа госчиновников, представление и тех, кто хотел бы, и тех, кто не хочет, потому что не может попасть, да, это что-то такое вот, знаете, вот... Медом намазанное место. Медом намазанное место, да. А должно быть наоборот. Это место, где, извините, ты там подскакиваешь, подскакиваешь, потому что тебе шилом тыкают постоянно в одно место. И к этому надо быть готовым, если ты решился. Что такое нормальный, там, допустим, президент или премьер в стране, где есть нормальные выборы? Я вас умоляю, я же... Я был в английском парламенте, вот в этой нижней палате. Палате общей. Да, ну, палате общей. Если вы были, Юра, вы там видели вот этот стол... Я был в Лудане, но не был в парламенте. Нет, 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 вот там вот этот стол, который разделяют эти лавки. Да, я видел эти... Нет, 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 нет. Там две трибунки. Вот они, оппозиция, вот она правящая парламент. Так, выходит премьер-министр, выходит лидер оппозиции под телекамеры. И он ему, значит, там задает любые вопросы. Вторец так. Да, просто... А там, знаете, какое расстояние... Я обращаю внимание, слушатели, надо смотреть в прямую веб-трансляцию, потому что вот то, что не произносит господин Гондмахер, он там не показывает. Нет, 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 там расстояние между, знаете, этими трибунками две шпаги. Вот так. Это старинная традиция, чтобы не скололи друг друга. Ну, сейчас шпаг нет, но тем не менее. Не сплевали друг друга. Он ему там такое говорит, а этот премьер, он вообще улыбается, держит удар. И эти люди какие-то хотят быть премьер-министрами. И попробуй не ответить лидеру оппозиции. В порошок. В порошок. Мы видим, кстати, что произошло с Гордоном Брауном, который там триумфально провалился, когда был премьер. Нет, я к чему говорю. А у нас другое представление. Знаете, это профессиональные феодальные. Кто наверху, тот давит. Вот этот феодализм власть навязывает обществу. Вассальство. Хотя, знаете, я тут на днях общался, не на днях, а вчера мне человек позвонил, поздравлял. Тоже, кстати, бизнесмен. Но бизнесмены, они вообще, да, как и некоторые журналисты, некоторые деятели, да, они повернуты. Они чего-то там хотят еще. Так вот, этот бизнесмен, я его, кстати, позвал в эфир, надеюсь, он ко мне придет. Он сказал, а что ты трепыхаешься, да? Они сами имеются в виду люди, да? Они не хотят выбирать. Вот им нравятся те условия, которые им власть формирует, да? Вот это белое, это черное. Все, шаг влево, шаг вправо. Вам не надо думать. Мы за вас подумаем. Но я, конечно, там целую тираду ему выдал о том, что я верю в собственный народ, в собственную страну. И я действительно искренне об этом говорю. И я надеюсь, что людям принципиально важно выбирать. Причем не важно в политике, в экономике. Везде, да? Да, да, да. Нежели вот соглашаться на некую статус-кону. Но все-таки, Евгений Шлюбович, вы мне скажите, они так лихо проштамповали эти законы. Они все-таки закон-то о контроле за расходами госчиновников примут, нет? Я думаю, он будет в лучшем случае принят. То есть вы думаете, что будет принят? Но там будут очень мощные изъятия, фильтры и так далее. Которые сведут действия этого закона на нет. Выхлостят, да? На нет, выхлостят. Ну, кстати, уже говоришь, там псаловики не подпадают. Ну, это классика. Это классика. Это классика. И там, по-моему, уверен, там внесут какие-то правки, которые позволят широкому кругу листу, может быть, вообще не разглашать свои декларации. Особенно, конечно, те, кто там наверху. Чтобы не подпадать под такую критику, под такие вопросы абсолютно. Да, у меня не критика. У меня просто вопросы. Да, у вас откуда деньги? Это же ваша декларация. Будьте добры, объясните обществу. Ничего, презумпция невиновности работает. Я согласен. Вам в ответ говорят. Не лезьте своим носом, как там было сказано. Нож нет. Лезьте и будем лезть. С сопливым носом в мой личный карман. Нет, будем лезть. Нет, на что? А не публичной политики? Нет, нет, даже дело не в этом, Юра. А вопрос, ответ очень простой. Вообще-то они живут на наши налоги. Они живут на наши. Это они вообще, это они не понимают. Нет, милучка, милучка. Если это частное лицо, бизнесмен, он имеет право иметь полную конфиденциальность того, вы у него не имеете права требовать его декларацию. Я согласен. Он платит, нет, он должен платить налоги. Это святое. Но все эти, сколько у него домов там и прочее, это его личное дело. Да, если он не нарушает закон. А если человек живет, извините, за счет наших с вами налогов, так тут правила игры немножко другие. Тут никаких там, знаете, почему вы суете свой нос в мой карман, нет. Это не проходит. Это не должно быть. Но у нас вот еще две с половиной минуты до новостей. Да, я все-таки хочу, а может кто еще не знает, а сейчас извещу и попрошу прокомментировать моего гостя Евгения Гондмахера. Значит, ну мы с вами приближаемся к Олимпиаде 2012 в Лондоне. Кому-то повезет, кто туда поедет, да, посмотрит живыми глазами, ну и будут итоги. Соответственно, государства все сейчас стараются как-то поощрить будущих своих олимпийцев, да, значит, и в частности вот стало известно о том, какие призовые за победу на Олимпиаде 2012 в долларовом будем эквиваленте уж, простите, да, вычислять, чтобы сравнительный анализ представить по странам, стал известен вот этот призовой фонд. Вот, Илья Шевченко, Америка богатая страна? Ну, я знаю, я видел. Видели, да? Значит, теперь сообщаю всем. Россия 130 тысяч долларов за золотую медаль. Для сравнения, наибеднейшая страна мира Соединенные Штаты Америки 25 тысяч. В пять раз разница. Ну, то есть, это бедная страна, мы богаты. В этой статье написано, что наш олимпийский чемпион по, по-моему, дзюдо, чеченский борец такой-то, заработал на прошлой олимпиаде около миллиона долларов, но, правда, там были из разных источников. А сейчас я говорю только про государственные. Вот государство российское, то бишь чиновники, готовы дать 130 тысяч за золотую медаль, США 25 тысяч. Китай, ну, усредненно, да, возьмем все-таки динамично развивающаяся держава, 78 тысяч, то есть почти в два раза меньше, чем Россия. Ну, и венец, кстати, страна, в которую побывал не так давно Евгений Шлемович, Азербайджан. Это высшая планка мирового призового фонда 780 тысяч. Я у меня аж горло перехватываю. Вы можете себе представить диншище какие? За золотую медаль. Комментарии Евгений Гундмахер. Нет, я хочу услышать. Слушайте, ну что это, ну что это? Нам вот этих футболистов толстосумов мало, что ли? Я вот одного не могу понять. Нет, ну, я бы сказал так. Роль спорта в нашей жизни, ну, спорта высоких достижений, она, конечно, гипертроферна. Это жуткая политизация. Мы видим сейчас по поводу футбола, хоккея. Ну, нет, я, конечно, только за, чтобы мы побеждали на Олимпиаде, чемпионах мира, Европы и так далее. Понимаешь, я болею за нас, за нашу команду. Но, понимаете, у нас же это все делается каким-то жутким надрывом, понимаете? Ну, проиграли там наши футболисты там в этой, в группе, в чемпионате Европы. Ну, плохо, конечно, мы расстроились. Но вокруг этого какие-то жуткие, ну, катастрофы, конец мира. До сих пор никто не опроверг слова заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта СССР Кавазашвили по поводу того, что 800 тысяч за победу евро, 400 тысяч евро за ничью. Вот эти слова тоже никто не опроверг. Ну, я не знаю, если надо эти цифры проверить, но факт тот, что, конечно, там были очень жирные премиальные обещаны. Вопрос, почему такие большие цифры у нас? Потому что в тех же Соединенных Штатах победе или поражению на Олимпиаде не придается такого большого политического значения. То есть у нас спорт это политика? Не, не, но Америка, конечно, переживает тоже за своих и переживает за их неудачи и так далее. Но у нас это же все выходит напрямую. Мы великая держава, типа поднялись с колен, вот из-за того, что мы там в штанге выиграли три золотых медали или там где-то. А вот если мы выиграли одну или вообще ни одну, значит получается, что нас топтали в грязь, как страну. Я вас уважаю. Я вас понимал, спорт это спорт. Страна это страна. Великая страна не из-за этого должна быть. Из-за того, что в области балета, как нет, вы говорили, помните? А также в области балета, по большому счету, это культура. Это экономическая мощь, между прочим. Это, между прочим, инвестиционный климат. Это пенсионное обеспечение. Это пенсионное обеспечение. Это вообще жизнь. Нормальная жизнь, нормальный человек. А не какой-то вот узкой группы профессиональных спортсменов, которых как допингом напихивают вот этими деньгами. А чем допинг кончается всегда? Он всегда вот этим и кончается. Евгений Гонтмахер. Сразу после новостей ваши звонки и письма. А 19.49 в реальном времени сегодня, Евгений Гонтмахер. Сейчас оставшиеся 10 минут проведем в вашей компании звонки на 65, 10, 99 и 6, код Москвы, 495. Для ваших писем портал финам.фм будем идти в таком режиме. Один звонок, одно письмо. Но начну с Елены. Она пишет, Юрий, понятно же, что чем меньше возможность получить золотую медаль, тем выше ее стоимость. Рынок. По-моему, это никакой не рынок. Это вот как раз чистой воды политика, о чем говорил мой гость сегодня. Да? Ну. Рынок. Рынок Соединенные Штаты. Что же они 25 тысяч тогда платят? Ну, видимо, имеется в виду пример Азербайджана, который... А, 780 тысяч. Ну, мы же прекрасно понимаем. Ну, конечно, у Азербайджана есть свои очень хорошие спортсмены. Но, объективно говоря, вряд ли там может быть какое-то большое число золотых медалей. Я, честно говоря, не очень разбираюсь в спорте. Не знаю, в каких видах спорта Азербайджан может реально азербайджанский спортсмен передавать на золото. Но это, наверное, будет один-два человека максимум. Поэтому 750 тысяч, ну, наверное, это в сумме составит не так много. А все-таки Россия претендует на намного большее количество. Ну, по меньшей мере, войти в тройку в неофициальном зачете команды. Ну, да, да. Соединенные Штаты, Китай. Мы боремся с... Вот так оно и будет, да. Мы с Великобританией боремся за третье место, как я... Да. А, кстати, Великобритания, я что-то вот и не могу ее увидеть. А британцы, походу, очень скромно решили своих спортсменов отблагодарить. Да, вот Германия есть. И в Германии, кстати, 20 тысяч. Великобритания, наверное, аудиенция куда лево. Да. Добрый вечер. Добрый вечер в эфире. Али. А, добрый вечер, здравствуйте. Меня Юрий зовут. Да, Юрий. По поводу Олимпиады вспоминается мне, как бывшему спортсмену, хорошая поговорка, что сильному разминка не нужна, а слабому она не поможет. Это я к вопросу, ну, этих денег. Мне кажется, что тут в этих вещах очень важна патриотическая составляющая, потому что чем меньше патриотизма, тем больше надо денег давать. Наверное, так. Ну, а что касается предыдущих вообще тем, ну, мне кажется, здесь уже тема вообще коррупционности власти. Эта теорема уже многократно доказана, и это уже, ну, становится изо дня в день. Юрий, а почему общество не требует? Вот не требует того, чтобы они отчитывались, того, чтобы они реально представляли свои доходы, реально представляли свои расходы. Ведь проглатываем. Ну, дело в том, что общество требует, вопрос просто в том, что общество-то это очень разнородная вещь, люди-то все разные. Есть те, кому это не важно. Вот мне, например, это очень важно, потому что я хочу все-таки там, ну, чтобы, если не я, то дети жили в нормальной стране. Да, спасибо. Что скажете, Игорь Шанович? Все-таки большинство, как вы считаете, требует? Нет, ну, я бы сказал так, конечно, вот эти декларации, даже если там будут какие-то объяснительные записки, да, то, что мы с вами говорили, пояснения, почему так, а не так, ну, конечно, большинство этого читать не будет. Это абсолютно понятно, если только, конечно, не будет каких-то, знаете, анекдотических и там экзотических примеров, которые будут растиражированы там в интернете и там и так далее. Ну, но есть так называемые, ну, гражданские или политические проблемы, которые у тебя есть общество. Это там обычно, даже в России, это 20-25%. Ну, так это не так мало. И, между прочим, это, между прочим, это те люди, туда входят, и те же предприниматели, это люди, которые активно ходят на выборы, это гражданские активисты, это журналисты, и так далее. То есть это люди, которые во многом формируют вообще-то образ страны и вообще-то ее, как бы сказать, устройство, благосостояние и прочее. Поэтому хотя бы для этих людей это важно, а если кто-то еще из других прочитает, тем более. Поэтому не надо это все утрировать, это просто, мне кажется, азы политики, политологии, потому что если мы возьмем, допустим, если мы возьмем какую-нибудь там развитую там демократическую страну, но там обыватели, большая часть населения, это абсолютно понятно. Ну, это нормально, это нормально. Но вот этот политически активный класс или там слой, он, собственно, и несет ответственность за жизнь страны вот в этом смысле. 65 10 99 и 6 финам.фм, наше средство связи, это реальное время и в новых гостях. Евгений Гондмахер, вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей, меня зовут. Вы знаете, хотел бы сказать вот такую фразу, что перефразирую классика, сейчас совершенно очевидно, что раньше религия, а сейчас спорт был, стал опиумом для народа, которым можно отвлечь, ну, по крайней мере, очевидно, пытаются отвлекать людей от, так сказать, грустной и суровой действительности. Ну и вот поэтому, чтобы народу дать зрелищ, отсюда возникает такой спрос со стороны, ну, видимо, власти на спортивные достижения. А этот спрос, очевидно, ну, видно по многим действиям наших государственных мужей, решается единственным способом залить все кругом бабками, вот. Да, что скажете? Спасибо, Евгений. Я согласен. Действительно, вот соглашайтесь с тем, что у нас власти единственный рычаг взаимодействия, либо голову скрутить, либо деньгами залить. Нет, ну, это не единственное, безусловно, но это один из самых популярных. Смотрите, вот мы говорили про наш с вами телевизор, ну, я вот тут случайно, будучи недавно в одном из российских регионов, тут включили ребята телевизор, идет это русский граммофон. Ничего плохого не могу сказать об этой передаче, на самом деле, наверное. Вот. Это уже смешное вещество. Нет, 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 с том же, я повторяю, это достойные люди, профессиональные люди. Но это лицо нашего телевидения. Вот это идет постоянно, постоянно, плюс известные информационные программы. Вот, и в результате мы получаем некий, так сказать, совокупный эффект. И плюс спорт. Да, конечно, спорт, вот этот психоз вокруг того, что все, или да, и жизнь, и смерть, значит, наши проиграют это все, конец всему, это враги, где-то там что-то подстроили, а если выиграли, значит, мы вообще там всех топчем, там, я не знаю, там есть какое-то хорошее слово, господи, из мира, из мира спорта забыл. Вот там в спорте есть же свой какой-то дежурагон, да, там, который очень такой, очень такой характерный, именно, знаете, из такой грубой мужской силы, да, что я его там достал и все это делал. Вот наши комментаторы спортивные, их послушать, это просто удивительно. Вот, но это, конечно, не все. Да, деньги, кстати, деньги, судя по всему, там через год, два, три, через пять лет, он кончится. Ну, это же никогда не может быть бесконечно. Мы, по-моему, сто раз об этом с вами говорили, не только я, наверное, да. В этой студии, да. Нет, кроме единоросов, кроме единоросов. Единоросы говорят, все счастливо. Ну, все счастливы, да. Да нет, на самом деле, понимаете, вроде бы ситуация в стране так, внешне, ну, более-менее, смотрите, ну, все, вроде функционально. Да не, да ненормальная она. Нет, я бы так сказал. Видишь, она ненормальная. Юра, Юра, хорошая фраза, да. Вот эти вот доходы, отчитайтесь. Нет, ну, вроде бы нет никаких там социальных открытых там волнений. А, то есть, это уже достижение? А счастья нет. А счастья нет? А счастья нет. Понимаете? Знаете, мне как сказал один из коллег высокопоставленных, да, он мне так сказал, слушай, смыло бы всю Кубань, так а чего бы остался губернатор? Потому что доверие одной персоны перевешивает вот все остальное. Циничное высказывание, Евгений Шлемович, но по факту оно именно, вот оно справедливое. Вот смыло бы все, а он бы остался. И никакому объяснению этому нет. Вы в эфире, как вас зовут? А, здравствуйте. Георгий меня зовут. Да, Георгий, выключите приемник, пожалуйста. А, да. Ну, знаете, что я хотел бы сказать? Что оплата этим наемным футболистам обратно пропорционально развитию детских спортивных школ. Еще пообратно разрушаются, так сказать, молодежь на юношеской детской спортивной школе и платят за всяким залетным людям. Это же дикость просто. И, смотрите, 7, значит, наемных футболистов и 5 там своих. Это вообще просто, это не... Какое это... Это же дикость просто. Они думают, что говорят этим. Да, спасибо, Георгий. Ну, да, да. Недавно же было... Слушайте, это есть. Это политик. Ну, да, да. Недавно же было скандальное решение, по-моему, футбольного союза российского. Они увеличили на одного человека квоту легионеров, которые могут быть на поле. Да? Там с 6 до 7 или там еще... Семьи. Я не помню точную цифру, но это было вот после окончания этого сезона. Да? То есть получается так, что мы лучше заплатим какие-то безумные деньги. Вот сейчас там обсуждают зарплату этому Фабио Капелло, да, который приезжает... Который вроде как сэкономит 2 миллиона. Не-не, ну, понимаете, там получается так. Он какую-то, ну, допустим, как у нас было, там, какая-то неудача. Тренера увольняют. Неустойка такая, что на нее можно построить 5 футбольных школ, где будет работать 100 тренеров наших, российских, и учить этих ребят, которые потом, может быть, и станут чемпионами на Европе. Вообще смех сквозь слезы. А мы, значит, платим какие-то безумные миллионы там кому-то, так же, как и здесь. Я согласен абсолютно, потому что это, знаете, такое соревнование брендов. Вот я крупная фирма, да я содержу этот клуб, и этот клуб должен быть лучшим. Все, я там бабки отваливаю, там, какие угодно, и все. И, ну, мы это видим на примере нашего футбола. Меня вообще особо поражает, что некоторые наши крупные компании являются спонсорами иностранных футбола. Ну, говорят, их назначили на это. Да, ну... Это меня как-то, конечно, меня волнует, но это не решает проблемы. А меня это очень волнует. Это же недополученные доходы бюджета, это недополученные доходы наших пенсионеров. Бежит иностранный футболист в иностранном клубе, у него тут написано название некой нашей крупной фирмы, допустим, «Газпром». Ну, ну, понимаете, это я... Вообще, это неправильно, с моей точки зрения. Крегорически неправильно. Вы в эфире, как вас зовут, если можно лаконично? Добрый вечер. Да, добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Угу. Очень коротко. Юрий, добрый вечер. Мне кажется, вы выросли такое мнение по поводу путинского и ленинского. Вообще, то, что происходит в стране управления, это как в старом анекдоте. Смотришь на елочные игрушки, они фальшивые. Смотришь на них, а радости никакой. Все, спасибо. Спасибо. Сейчас вот будет заключительный комментарий Евгения Гонтмахера. Так я же сказал, что все вроде ничего, а счастья нет. Значит, на самом деле, самое плохое, что у нас сейчас есть, да, вот люди начинают думать, а это не хватает, то, все. Нет. Пять секунд. Да, любовь-то кончилась. Власть является теперь главным раздражителем у нашего населения. Любая власть. И эту власть пытается ущемить. Да, вот Крымск. Ну, наверняка там произошло все из-за природных причин. Но люди сразу же думают, что это государство. Любовь прошла. Да, любовь прошла. Спасибо большое. Евгений Гонтмахер. Реальное время. Финамов.